Друзья, несколько вопросов. Есть семьи в наших церквах, которые живут вместе в одном доме со своими родителями. В результате этого в семьях очень большие проблемы. Жены не хотят уже никаких отношений с мужем, детей не хотят, жить не хотят. Ну и здесь просьба, помолитесь, пожалуйста, за эти семьи. И объясните, пожалуйста, мужьям, что семья должна жить отдельно. Ну, мне кажется, не только мужьям, но и женам надо объяснить, что семья должна жить отдельно. Я как-то знал одну семью, вступили они в брак. И через полгода я посетил эту местность. И спрашиваю пресвитера, ну как за эту семью? А она говорит, жена плачет, все время плачет. Я говорю, а что она плачет? Она говорит, к маме хочу. Друзья, вообще оставить человека отца и мать подразумевает и разделение в смысле имения. Поэтому нормально, совершенно нормально и правильно, если молодая семья живут в отдельном доме. Хотя я считаю, что можно, в принципе можно, жить в одном доме с родителями, если материально не позволяет ситуация, чтобы жить отдельно, живут вместе. И в принципе принцип соблюдать оставит отца и мать, это можно, но очень трудно. Поэтому я всегда держу такое направление, чтобы люди, вступая в брак, жили отдельно, не в одном доме со своими родителями. Даже на квартире, даже на аренде. Но это лучше, чем со своими родителями. Ну вот так. Хотя я не очень понимаю, какая связь, вместе живут и отношений с мужем не хотят. Я и я, в общем-то, не понимаю, при чем здесь вместе и отношений не хотят. Или детей не хотят. Второй вопрос такой. Хотелось бы узнать, кто является ответственным редактором журнала «Светильник». И как получилось, что в последнем номере так открыто рассматриваются грехи в сфере целомудрия. Многие родители не смогли такое даже читать своим детям. Друзья, вообще ответственным редактором журнала «Светильник» является Чухонцев Владимир Николаевич. Служитель Совета Церквей. В общем-то, брат достаточно разумный и достаточно строгий в плане воспитания семейных и молодых, молодежи и детей. Этот журнал «Светильник» сориентирован был на тематику целомудрия. Весь журнал. Кроме Чухонцев, у нас есть ряд коллеги, которые просматривают этот журнал. И мы сочли, что, в общем-то, это полезно, чтобы подросткам и детям рассказать о вопросах целомудрия в этом журнале. Ну, я вот с братьями поговорил, узнал их мнение. В общем-то, я журнал, ну, сказать, что весь прочел, наверное, нет, но почти весь. С братьями-служителями говорят, в общем-то, мы считаем, что нормально. Ну, наверное, у кого-то планка, вот, в плане информации о целомудрии, ну, наверное, другая, чем у нас, так, похоже. Менять редактора пока не планируем. Вопрос такой. Братья, у нас в церкви есть молодая семья, 12 лет в браке. У них болеют часто дети. Затем они ограничились в ходьбе в гости и к себе, тоже не приглашают. Недавно они занялись сыроедением. Дети часто болеют. Они, опираясь на натурологию, говорят, что болезнь – это очищение организма. Болеть они реже не стали. В собрании они ходят редко теперь. Как им помочь? О них переживаем семейными в церкви. Братья и сестры, я вот утром всего не мог сказать. Я и так говорил чуть-чуть больше, чем один час. Но я скажу, помимо того, что одеваться, заботиться о чистоте тела и так дальше, все равно чересчур ограничивать детей от холода или в плане стерильности и так дальше. То есть тоже какую-то черту перешагнуть нельзя. Потому что если дети будут все время в тепле, они не будут закаляться, они будут болеть. Поэтому все равно здесь тоже надо как-то умеренно выдерживать. Немножко детей надо и закаливать. Ну, например, холодный душ, холодная вода и так дальше. Вот где-то по свежему воздуху пройти с не очень тепло одетыми и прочее. В общем-то детей нужно закаливать. И тогда они меньше будут болеть. И в плане стерильности. Ну, например, у меня стоит фильтр для водопроводной воды. Но я воду пью из фильтра никогда не пью. Я не считаю, что это полезно. Потому что, в общем-то, наш организм немножко должен уметь бороться чуть-чуть и с микробами. Поэтому я воду пью только с крана напрямую, без фильтра. Вот и детям тоже так рекомендую. Ну, что еще? Насчет того, что Андрей говорил. Считаю, совершенно полезно иметь дома турничок. Вот или там гантельки. Пусть дети занимаются. Ведь посмотрите, вот когда Даниил с отроками, там вот они оказались в плену, то написано, что на уходоноса решил отроков из рода царского и княжеского, не имеющих телесных недостатков. Вот, ну посмотрите, вот это уже и совсем не очень хорошо, когда дети. То сколиоз, то кривые, хромые, одна нога длиннее другого и все такое. Вот, надо немножко физически, пусть они дома занимаются. Я крайний противник фитнеса, крайний противник. Знаю такие ситуации. Вот один знакомый мой начал посещать фитнес, 50-летний мужчина. Я познакомился там с женщиной, бросил семью, жену 10 детей, вот и, ну и все, отлучили от церкви. Вот чем закончился этот фитнес. Или, скажем, спортивные секции. Совершенно категорично занятия в спортивных секциях, считай, это мир. И оттуда надо наших детей ограждать. Но дома пусть они себе занимаются, пусть они развиваются, это тоже нормально. Ну, в общем-то, здесь в записке про это мало сказано. Ну, вот посмотрите, почему перестали посещать вот эта семья, почему перестали посещать другие семьи и к себе перестали приглашать. Ну, говорят, чтобы микробов лишних не приносили к ним в дом. Ну, вот так обычно примерно. Дитё родилось, не дай бог, в течение месяца кого-то пригласить, чтобы на нашего дитя никто не дышал из посторонних. А то микробов пустят, и дитё заболеет. Да это тоже тот же вот крен, как я говорю, в плане стерильности. И всё такое. Дети не приглашают, сами никуда не ходят. А дети же не стали болеть реже. Они также продолжают болеть. Занялись сыроедением. Вообще сыроедение, мне кажется, это что-то граничит с какой-то психической болезнью. Вот, нет, я чуть-чуть утрирую, друзья. Она, знаете, вот иногда появляется разная теория в плане питания. То раздельное питание, то сейчас сыроедение начинает распространяться. Ну, и всё такое. Я с одним человеком таким, он говорит, вот я раздельное питание, я дольше проживу, а ты помрёшь скоро. Ну, и так дальше, и так дальше. А, в общем-то, друзья, я говорю, а как в Библии? Ну, говорят, мясо с молоком нельзя. А как же в Библии? Авраам дал путникам масло и молоко, и телёнка приготовили. А как они ели? А то там обескурают. Как они вместе ели? Телёнка жареного и мясо, масло и молоко. Оказывается, ели. Тем более, кто ел? Бог с ангелами ел. Нет, Бог же знает, что нельзя этим заниматься раздельным. А Бог ел вместе с ангелами. И раздельное питание они соблюдали. Насчёт сыроедения, друзья, написано, не ешьте недопечённого. Помните, да? Не ешьте недопечённого. Вот и Авраам же телёнка зажарил, прежде чем поставил, и прочее. Или, например, похлёбку варили. Помните, в дни Елисея, там в лесу, варили похлёбку. Когда дикие растения туда бросили, ну, и чуть не потравился народ. Но всё равно похлёбку варили. И всё такое. Поэтому вот эти все разные теории, это всё выдумки. Это выдумки. Мы цивилизованные люди, поэтому надо остерегаться. Всяких вот этих веней. А дети реже болеть всё равно не стали. Едят сырое. А сырое, скажу, мухоморовные едятся и помрутся. Понимаете, это же вообще бедствие будет какое. Поэтому я думаю, что за таких надо молиться. А если эта семья здесь, им надо покаяться и прекратить сыроедением заниматься. Потому что это же тоже дело такое небезопасное. Ну, вот и всё. Субтитры создал DimaTorzok